Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Наполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что же, уважаемые дамы и господа. Настало время. Неполиткорректного ток-шоу Сергея Зацепина. У нас в Чикаго 5 часов 36, почти 37 минут. Мы на волне 14.30 а.м. Вы нас можете видеть на нашей страничке Facebook или на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на YouTube-канал, пожалуйста, зарегистрируйтесь или нажмите кнопочку Subscribe. Ну а также вы нас можете слышать на нашей страничке, веб-страничке RadioNVC.com. Ну и если вы загрузите бесплатное приложение на ваш iPhone, вы нас сможете смотреть через наше бесплатное приложение RadioNVC. Ну а те, у которых телефон платформы Android, в этом случае, пожалуйста, через ваш браузер заходите на нашу веб-страничку RadioNVC. И точно так же будете нас слышать, замечательное качество звука, никаких помех типа как по радио и так далее. Поэтому прошу, милости просим к нам на все наши электронные гаджеты. Номер телефона в офисе или в студии 847-400-5200. У нас уже есть первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Анатолий. Это опять Юрий Беспокоев. Да, Юрий, слушаю вас. Да, всегда согласен с вашими комментариями, блестяще все. Но в прошлой передаче, вот сегодня днем вы сказали, что возможно Трамп попросит Путина помочь с Ираном. Мне кажется, это совершенно верно. Путин в своей биографии и на любых должностях показал, что просить его бесполезно. Его можно только принудить. Но для того, чтобы принудить, не обязательно встречаться очно. Можно использовать тактику стратегии непрямых действий. То есть те же санкции. То есть понудить его каким-то поступком, но никак только не просить. Мне кажется, Трамп больше потеряет от этого, с учетом того, что на его родине любой его жест, любое слово будет толкованно превратно. И просто досадно будет, что опять он попадет в эту мешанину. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Просто я когда говорил об их встрече в предыдущей программе, я имел в виду, что я просто чисто анализировал, как говорится, мысли вслух. Но для чего ему еще встречаться с Путиным? Ну разве что найти какие-то точки соприкосновения с Ираном. Хотя я абсолютно с вами согласен. Для Путина это еще одна, как помните, говорили в Союзе, лычка на рукаве или на погонах. А для Трампа я думаю, что это будет еще одна неудавшаяся попытка. Поэтому получается так, палка о трех концах. С одной стороны, я бы абсолютно с большим удовольствием сделал бы так, чтобы они... Спасибо большое. Спасибо большое. Да, я бы с удовольствием хотел бы, чтобы получилось так, чтобы они где-то в чем-то договорились. По крайней мере, если не сотрудничать, то хотя бы не мешать друг другу. С другой стороны, то есть другой конец этой палки состоит в том, что мы все прекрасно понимаем, кто такой Владимир Путин. Мы все прекрасно понимаем его менталитет, его амбиции. Это второй конец палки. Ну и, как говорится, третий конец палки состоит в том, что Трамп это человек бизнеса. И он смотрит на все через призму именно бизнеса. Он не политик. Он никогда не выставлял себя большим политиком. Но он человек бизнеса. И он знает психологию бизнеса. И знает, как работают переговоры. Деловые переговоры. Поэтому, ну что ж, посмотрим. Я честно не возлагаю больших надежд. Хотя, кстати, Дин абсолютно тоже прав по-своему. Это человек, который позвонил в прошлую передачу днем, ранее немного. Я с ним согласен, что, конечно, лучше плохой мир, чем хорошая война. Поэтому, ну, дай бог. Хотя, опять же, меня, вы знаете, как того щенка, которого сначала гладят, 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 а потом бах газетой по носу и говорят, не привыкай к ласкам. Вот так у меня создается впечатление о Путине. Почему? Вот, смотрите, кто-то сегодня упомянул про вот этот малазийский Боинг, который был сбит, ну, все говорят, что он был сбит российской ракетой БУК где-то с территории ЛНР, ДНР, то есть где-то в районе Донбасса, в районе АТО. Но, естественно, Россия всячески отказывается от этих обвинений. Но я очень внимательно, вот хотите верьте, хотите нет, просмотрел последних пару передач «Время покажет». И я лишний раз убедился в том, что никаких разговоров с Россией быть просто не может. У России очень интересная позиция, причем я не хочу сейчас, честно, много рассуждать о России, я просто покажу вам, почему я считаю, что с Путиным разговор бесполезен. Значит, мы все прекрасно понимаем, что там идет якобы расследование, вернее, я говорю якобы, расследование-то оно идет. Вот. Мы в этом, естественно, не участвуем, поэтому мы не знаем всех подробностей. Но уже пять лет идет это расследование с 2014 года. И вот буквально на днях были вынесены обвинения четырем гражданам, трем гражданам российской России и одному гражданину из Украины. Итак, Захарченко, по-моему. Итак, значит, голландцы сказали, что после пяти лет расследований, вот они пришли к такому выводу, что были причастны вот эти вот лица. Им вынесены официальные обвинения. Теперь, по идее, суд должен состояться где-то в 2020 году, то есть в следующем году. Теперь, как реагирует на это Россия? С одной стороны, конечно же, Россия отрицает любое свое причастие, и оно и понятно. Но с другой стороны, Россия выставляет претензии. Причем они в этом пытаются уговорить, я не знаю, кого. Если это рассчитано на их население, то есть население России, то те, которые имеют доступ к интернету, они все прекрасно читают сами. Те, которые не имеют доступ к интернету, оно их, скорее всего, меньше всего интересует. Тем не менее, позиция России в чем? Мы 300 раз за 5 лет предлагали голландскому суду, содружеству и так далее, свои услуги, мы предлагали им информацию, мы им предлагали это, 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 мы предлагали свое участие, и они нас к расследованию не допускают. С одной стороны, вроде бы, ну, как бы нормальное объяснение, да, вот такие нехорошие голландцы вместе с американцами, вместе с украинцами, потому что там, я так понимаю, в этом судебном следствии даже идет, в предварительном следствии даже участвуют представители Украины. И вот Россию не допустили такие обиженные, несчастные и так далее. Ну, теперь давайте подумаем с точки зрения закона и логики, да. Давайте мы проведем небольшую аналогию. Например, Джо Смит, ну, неважно, какой-нибудь там человек по имени Джо Смит, который обвиняется в убийстве своего, там, собутыльника Джана До. И вот идет следствие, да. Значит, скажите мне, пожалуйста, сколько раз вы встречались с такой ситуацией, где подследственного приглашают к совместному расследованию дела. Представляете? Вот есть прокурор, есть старший, там, допустим, следователь, который ведет расследование по убийству. Подозреваемый Джан Смит. И вот вы себе представляете, вдруг прокурор звонит агенту, ой, прошу прощения, адвокату Джана Смита и говорит, слушай, мы тут ведем расследование по поводу убийства, которое было совершено твоим клиентом. Не хотели бы вы поучаствовать немножко в этом следствии? Мы сейчас с вами поделимся всей нашей информацией, мы вам полностью покажем все наши доказательную базу, мы вам покажем все наши улики и так далее. Ну, а вы нам предложите, может быть, какую-нибудь другую версию. Вот представляете себе вот такой абсолютнейший маразм. То есть, еще раз, я не хочу, чтобы меня обвиняли в русофобии. Я не русофоб. Я вам просто пытаюсь показать абсурд логики господина Путина и его команды, и его пропагандистов. То есть, они являются обвиняемыми, давайте так, не обвиняемыми, они являются подозреваемыми в содеянном. Почему они должны быть приглашены к следствию, и почему с ними должны делиться уликами, подозрениями, обвинениями и так далее? Они подозреваемые. Идет следствие, которое должно либо доказать их вину, либо опровергнуть. Поэтому Россия должна будет сидеть в стороне, ждать, пока пройдет расследование. Когда расследование... Вот сейчас уже расследование вроде бы подходит к концу. Уже обвинили четырех человек. Знаете, какой вопрос предложил господин Шейнин? Ведущий программы «Время покажет» зрителям и участникам этой программы. А вы мне скажите, а почему всего-навсего обвинили четырех? А почему не сорока четырех? На основании чего? Где доказательства? Кто знает, что произошло? Ну, ребята, ну вы имеете дело, я считаю, с нормальными людьми. Ну просто, ну с нормальными людьми. Значит, если есть обвиняемые, значит, на то есть причины, на то есть какие-то улики. Правильно. Их нельзя назвать виновными. Их еще никто не назвал виновными. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Анатолий. Ну, это опять Юрий. Да, да. Кроме того, компания не российская, воздушное пространство не российское, самолет не российский, пассажиров ни одного россиянина нет. Чего ради им лезть в это расследование? Чего это они захотели участвовать? А я вам скажу, ну да, конечно. Вы же понимаете для чего? Для того, чтобы как можно больше внести туда запутанности, словоблудия, неясности. Абсолютно точно. Вот поэтому их, но я это все говорю к тому, вот как можно иметь дело со страной, в которой вот так работает пропаганда, которая обманывает своих людей, я уже не говорю ни про кого больше, и которая вот так вот полностью ставит под вопрос всю свою порядочность, честность, ну и так далее. Да, 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 я с вами согласен, поэтому я не верю, что из этого что-то получится, при всем моем желании, чтобы как-то где-то немножко успокоить, как говорится, эмоции, но я просто не вижу, как, вот честно, не вижу. Да, 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 к сожалению. Спасибо, Юрий, спасибо. Вот, поэтому, то есть, ведь мы же все прекрасно понимаем, вот есть обвиняемые, конечно же, никто их не признал еще виновными. Разговор идет о том, что есть обвиняемые, что есть улики, есть доказательная база, которая будет представлена на суде, правильно? Так как идет обычный нормальный процесс, то есть на суде нужно доказать обвиняемой стороне, что, вернее, стороне, которая обвиняет, нужно доказать виновность обвиняемых, а обвиняемые пользуются так называемой презумпцией невиновности до тех пор, пока не будет доказана их вина. Вот и все. Почему нужно выступать абсолютно идиотскими какими-то претензиями о том, что их не допускают, что с ними не делятся, что с ними... Вот, поэтому, я так думаю, что вряд ли что-то получится в разговоре с Трампом. Ну, теперь еще одна вещь по поводу Ирана, это, конечно же, то, что сейчас Трампу будет очень нелегко вновь создать эту коалицию, хотя, конечно же, ну, с большим скрипом, я думаю, ему это все-таки удастся. Почему? Потому что, опять же, никто не хочет... Амин, Иран Ираном, льготы льготами, но никто не хочет терять отношения ни торговых, ни партнерских с Соединенными Штатами. Поэтому, конечно же, придется и Германии, и Англии, и Франции немножко поскрепить зубами и все-таки исполнить санкции, которые были введены Трампом. Если, опять же, если они этому не подчинятся, ну, тогда будет, я думаю, совсем другой разговор с точки зрения НАТО, с точки зрения отношений Европы и Соединенных Штатов. Добрый вечер, вы в эфире. Еще недавно успел послушать конец, примерно пристроящего разговора, первой встречи Путина и Трампа. Она должна состояться, потому что выступают два ведущих политика мира. Абсолютно люди, которые не идут стандартными шагами. Ни Путин, ни Трамп. Я понимаю, что вы почему-то настроены в своей бывшей родине, но надо забывать, что нам нужны сильные союзники против ислама. Это Россия. Несмотря на то, что у них большое население сейчас массовое, Путин их терпеть не может и ненавидеть. В отношении Ирана, могу сказать, первый раз, когда я приветствую войну, началась война, то, что там Буш устраивал, хотя он был репабликан, как бы. Ну, он даже не был репабликан, честно говоря, Буш. Он был вообще неизвестный, кто. А Иран, должна быть война. Или чем скорее, тем лучше. Ну, опять же. 150 человек collateral damage, да, но это же не серьезно. Сколько мы убили людей в Ираке? Вы представляете вообще? Да. Очень много. И за что? Непонятно. До сих пор никто не может объяснить причину, почему мы начали в Ираке. Я, опять же. С Гринстаном там было нитками притянуто, это же Керри. Под Ираком. И как люди... Представьте, вот какое отношение было в Советском Союзе после войны к Германии. И смотря на то, что Сталин сказал, Гитлеры уходят, Гитлеры приходят, а немецкий народ остается. Ну, и что получилось этого? А с Ираном это серьезно, потому что Северная Корея никогда не начнет война. Это могут гарантироваться 100%. Никогда. Они могут делать заявление, и я почти уверен, что Трамп, в конце концов, не договорится и получит Нобелевскую премию. Мы даже не смениваемся. Окей, спасибо. Это, опять же, ваше мнение. Я с мнениями не спорю. Почему? Потому что это действительно ваше мнение. В чем-то вы правы. В чем-то я, может быть, даже с вами не согласен. Но, тем не менее, я единственное... Я вам скажу, что я не согласен. В том, что вы говорите, нам нужен сильный партнер. Я, во-первых, ну, моя бывшая родина, я вам скажу честно, я в своей бывшей родине прожил 16 лет, а здесь я прожил 40. Поэтому для меня бывшая и настоящая родина – это Соединенные Штаты Америки. Дальше. Я не считаю сегодня Россию сильным партнером. Почему? Потому что это партнер, который вас продаст, перепродаст, потом купит и еще раз продаст. Поэтому я не считаю Россию серьезным, сильным партнером. А все остальное, конечно, вы правы. Ну, что, нужна война? Ну, вряд ли нужна война. Я не знаю, я честно не успел вас спросить. Не знаю, есть ли у вас сыновья. И если да, то являются ли они призывного возраста. Почему? Потому что я не думаю, что вы бы очень хотели увидеть своих детей, призванными в армию для войны с Ираном. Честно. Не думаю. Вряд ли вы бы так смело это все говорили. Почему? Потому что вот у меня двое сыновей. Одному 31, одному 21 в августе. И тот, и тот призывного возраста. Я не хочу, чтобы они шли воевать. Поэтому. Добрый день. Вы в эфире. Можно я что-то комментировать. Я не сказал союзник. Я сказал партнер в определенном направлении. Самое главное направление это сейчас, это борьба с исламом. Только одна. Если не все понимают, к чему это может прийти, честно говоря, то это просто очень страшно. В этом отношении Россия будет нашим партнером. Не Франция, не скоро будет Шарео, не скандинавские страны. В Исландии, кстати, по-моему, там уже последние 1200 евреев. Там вообще просто страшный антисемитизм. В России нет антисемитизма, понимаете, на мусористском уровне. У Путина хорошие отношения с Израилем. И на персональном уровне он не антисемита. Это очень важно. Я еще раз вам скажу такую вещь. Я двумя руками за, если Трамп сможет договориться с Путиным. Двумя руками. Но я просто очень-очень и очень скептически отношусь к этой возможности. Вот и все. И до тех пор, пока я не увижу своими собственными глазами, что появляются хоть какие-то точки соприкосновения между Россией и Америкой, я в это, честно, буду очень слабо верить. Вот и все. Я с вами не спорю. Вы правы по-своему в том смысле, что, конечно же, лучше было бы, если бы Россия выступила партнером. Но пока что, анализируя поведение России в разных ситуациях, я не вижу пока что такой возможности. Вот и все. Но если она появится, я буду первый, который за это буду голосовать. Честно. И когда вы сказали, что в России ненадежный, скажем так, партнер, они могут... Вы не можете назвать хоть одну страну, которая уважает нас, как она должна быть, которая относит к нам, как дойные коровья. Вот одну. Да. Знаю. Ну, я о Японии вообще даже о ней не думал. Я, например, думал страну, Израиль. Ну, Израиль это наш союзник. Ну, вы у меня спросили, знаю ли я в мире хоть одну страну. Я вам сказал Израиль. И Япония. Ну, может быть, Япония. Хотя Япония, если вы исключаете дойную корову, то я не думаю, что Япония является таким бессеребренником. Ну, понимаете, это же политика. Бессеребренным быть никто не может. К тому же за многие годы все призвали, что мы только даем, 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 даем. Комптом не дайте, даем. Да, 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 да. Первый трамп поставил вопрос, что ребята, в конце концов, должны тоже участвовать в нас. Должно участвовать в других проектах. Абсолютно. Абсолютно. Мы хотим от организации объединенных наций вообще не знаю, что нам нужно. О, это уже вопрос номер 28. Я прошу прощения, мне нужно прерваться. У нас сейчас рекламная пауза. Спасибо вам огромное за звонок. Спасибо. Возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Набирайте, будем общаться. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, хотел бы продолжить тему США-Иран. Эта тема, конечно, очень обширная, очень большая. О ней можно говорить много и долго. Но мне, наверное, вот для меня лично немножко резануло слух выступление одного из наших радиослушателей. К сожалению, опять же, не могу сказать, как его зовут, потому что не представился. Но это было в нашей передаче днем с часу до 2.30. выступил один наш уважаемый радиослушатель, который сказал, что мы, я имею в виду, как страна, облажались со всех сторон, начиная с Югославии, потом еще где-то, еще где-то, в Ираке, в Ираке, в Сирии и так далее. Я вам скажу честно, мне действительно это немножко резануло слух. Почему? Потому что тут происходит одна из двух вещей. И я бы хотел внести, по крайней мере, свою точку зрения по этому поводу. Почему? Потому что я, опять же, я люблю факты и я люблю справедливость. Стараюсь сам быть справедливым и взываю к своим радиослушателям, к нашим радиослушателям, быть так же справедливыми. Несправедливость, которую я услышал, состоит вот в чем. Значит, если мы начинаем с Югославии, если я не ошибаюсь, это был Билл Клинтон. Если мы говорим об Ираке, если я не ошибаюсь, это был Джордж Буш, младший. Если мы говорим о Сирии, опять же, если мне память не изменяет, мы говорим о времени президентства Барака Хусейна Обамы. То есть, я это говорю к тому, что обвинять президента Трампа, который находится, как говорится, у руля нашего корабля всего-навсего три года, обвинять его во всех делах грешных и негрешных, по крайней мере, несправедливо. Это мое мнение лично. Почему? Потому что президент Трамп не имел никакого отношения к бомбежке Югославии и к раздору в Косово. Президент Трамп не имел никакого отношения к войне в Ираке. Он туда не посылал наши войска. Его участия не было в том, что мы туда зашли, не было в том, что мы истребили Саддама Хусейна и так далее. Ну, а в Сирии вообще не о чем говорить. Почему? Потому что, если бы не Барак Хусейн Обама, то, я думаю, что, во-первых, русских бы не было в Сирии. Начнем с этого. Почему? Потому что, если бы Трамп на тот момент был у власти, то Сирия не оказалась бы брошенной, повстанцы не оказались бы практически преданной Америкой, не Америкой, а именно администрацией Барака Обама. И сегодня ситуация на Ближнем Востоке была бы немножко другой, просто другой, потому что русских бы там не было. Ну, к сожалению, не все происходит так, как мы хотим. И, как говорится, мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем разгромленный Ирак с сумасшедшими потерями с американской стороны. Мы имеем Афганистан, мы имеем Сирию. Да, мы имеем все это, но здесь абсолютно нет никакой вины Трампа. Теперь, то, что Трамп не ввязал нас в еще одну войну, которую, даже если бы мы не проиграли, эта война бы нам стоила очень-очень дорого, причем и как в финансовом отношении, так и в отношении жизни. Поэтому я очень рад тому, что Трамп оказался намного спокойней, намного более резонней, чем предыдущие президенты. Не пошел на поводу у ястребов, так называемых, то есть у Болтона, у Помпео и у некоторых других генералов, которые, ну, это их карьера, они командуют войсками, иначе им нечего было бы делать. Так вот, я считаю, что Трамп поступил абсолютно правильно. То, что он не уничтожил даже тех же 150 человек иранцев, которых бы он мог уничтожить при бомбежке этой батареи, в принципе, это были бы жизни, которые были бы потеряны абсолютно зря. Почему? Потому что, действительно, с нашей стороны потерь не было. А те, которые начинают вспоминать, сколько погибло солдат наших, американских, вот, в тех ситуациях, где Иран начинал теракты. Ну, дорогие друзья, вы знаете, мы не общество и не сообщество мстителей. Понимаете? Мы, то есть, дорога ложка к обеду, мы не можем сейчас вдруг взять и припомнить все то, что происходило за последние 25 лет, начиная с президентства Билла Клинтона, и сказать, ах, а вот вы помните вот это, а это вы помните, а вот тут вы помните, помните, да? Ну, тогда получайте. Вы понимаете, что это абсолютно, это разговор, я не только могу это назвать разговором дилетанта, я могу это, ну, вообще, в принципе, даже как-то не характеризовать. Почему? Потому что, ну, это невозможно оправдать, просто невозможно. Дорога ложка к обеду. Даже собаку и то, если собака где-то нагадила, а вы пришли домой 15 часов позже и решили ее ударить, она не поймет, за что вы ее наказываете. Понимаете? Собаку нужно ловить тогда, когда она, как говорится, в деле. Вот тогда вы ее можете отучить гадить. А если вы будете бить собаку через 5, 6, 7, 8 часов после того, как она это сделала, это абсолютно без, ну, вообще непонятно для чего, зачем, и что вы пытаетесь доказать, кроме того, чтобы сорвать свою злость. А мы все-таки общество цивилизованное, и мы свою злость не срываем просто так. Поэтому я очень бы не хотел дождаться того момента, когда Иран вдруг по какой-то причине решит принять, вери, решит совершить какой-то теракт. Но я могу сказать одно, что я в этом случае Ирану не завидую, потому что такой, как Трамп, за ним не заржавеет. Поэтому давайте мы пока не будем кровожадными и истериками, давайте мы спокойно отнесемся к тому, что происходит сегодня в мире, в мире трезво оценим ситуацию и будем решать ее с точки зрения толковых, нормальных людей, а не с точки зрения истериков и каких-то кровожадных мстителей. Добрый вечер, вы в эфире. Разрешите пару слов? Пожалуйста, с удовольствием. Человек военный, мы с вами недавно встречались. Здравствуйте, Марк, я вас узнал. Да, так я рассудил так. Трамп провел разведку боем, не входя в боевое столкновение. Корабли подошли и остались там, где стоят сейчас. Самолеты полетели и обнаружили всю противовоздушную оборону Ирана. Вот это называется у военных разведка боем без всяких потерь. Абсолютно. Абсолютно. Так вот, Трамп сделал то, что нужно было сделать. Да. А завтра, если понадобится, все будут на своих местах. Абсолютно. Спасибо. Дорогие радиослушатели, это вам говорит человек, который имеет не последнее причастие или участие в войсках Советской Армии. Это говорит Марк Гольштейн, подполковник войск связи Советской Армии. 27 лет на службе. Марк, спасибо вам огромное. Спасибо. Все доброе. Будьте здоровы. Итак, абсолютно правильно сказал Марк. Конечно же, это была абсолютно классно проведенная разведка боем. Туда вышли достаточно вооруженных кораблей и военный контингент. Так что я думаю, что у нас в этом отношении, в той эре, все в порядке. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, я, к сожалению, не слышала вашу дневную передачу. И немножко только слышала то, что вы говорили сейчас. Но слышала насчет теракта. А вы считаете, что нападение на танкеры, их поджог, сбитие нашего дрона, это не теракт? Значит, смотрите. Давайте разделим мухи, мух от котлет, и разберемся по порядку. Один из этих танкеров был чей? Ну, не важно чей, но это теракт. Не-не-не-не-не-не-не. Шведский, японский, не важно. Значит так, Варвар, подожди. Важно, важно акции, которые совершает Иран. Давайте мы посмотрим. Но я, знаете, что хотела сказать? Я, например, как раз очень расстроилась, когда им не дали по лбу, хотелось, как говорится, показать, где раки зимуют. Но всегда нужно, как говорится, подумать о последствиях. И кто от этого выиграет? От того, что мы дадим им по лбу. И вот мне, знаете, что кажется, что перед тем, как отменять эту атаку, Иран прозговаривал с Натаньяхом. И вот это с его подсказки все было остановлено. Мне так кажется, я никаких доказательств, конечно, не имею. Вы знаете, я вам скажу честно, Варвара, вы, скорее всего, процентов на 99,9% вы правы. В том, что, конечно же, это не было без участия Натаньяху. Но лично для меня абсолютно все равно, кто подал эту идею. Главное, что вовремя остановились. Да. А в отношении того, теракта или нет, вы понимаете, если сегодня Иран решит взорвать где-нибудь в Йемене бомбу, если это только не будет направлено против Америки, ну, нам какое до этого дело? Взорвали японские... Если нам такого дела нет, надо что-то делать, чтобы это прекратить. Что-то надо делать с ними. То есть, смотрите, для этого существует... Не трудно судить, я не такой высокого полета политик. А тут не нужно быть высокого полета, Варвар. Смотрите, есть такое понятие еще в Советском Союзе, в мою бытность, это лет сорок тому назад, двое в драку, третий, знаете, сами куда. Поэтому, когда Иран взрывает японский танкер, я ожидал честно, что там появится, ну, как минимум, три-четыре японских корабля, которые скажут еще раз, и с Ираном будет... Понимаете? Потому что это бы было, ну, по крайней мере, немножко странно, если бы Америка вступилась за Японию и за Норвегию. Другой разговор, наш дрон, согласен, сбили наш дрон, теракт, но они сбили беспилотник, а беспилотник против 150 жизней, это тоже неравный бой. Вот и все. Вот почему это так произошло. То есть, опять же, поверьте мне, у меня у самого руки чешутся, но так как я уже слишком... То есть не в том возрасте, чтобы брать в руки автомат, а вот мои дети как раз в том возрасте, 21 и 31. И я очень не хочу никому давать полбу руками своих детей. Честно. Если есть возможность задавить их санкциями. Но почему вы считаете, что руками ваших детей? У нас же все-таки контрактная армия, то есть никого не призывают насильно. А я вам скажу очень просто. Идут воевать те, которые, ну, как бы, из патриотических соображений каких-либо других, сами заявили желание. Варвар, вам такое словосочетание вьетнамская война о чем-то говорит? Я не расслышала, извините. Вьетнамская война. Вам о чем-то говорит? Ну, естественно. Мы жили в СРУ, как говорится, через нее. Вот поэтому я не хочу, чтобы руками моих детей давали никому полбу. Мы тоже пытались дать полбу этим социалистическому Вьетнаму, которому мы не имели... И дали, и дали. Но дело в том, что левые же всегда предатели. Они же и сейчас предатели. Если бы эти паразиты не ездили по всем странам, с которыми Трамп идет в переговоры, и не говорили, потерпите, подождите, мы придем, вам все дадим. Вы понимаете, что происходит? Я понимаю. Чисто предательство. То, в чем они обвиняли тирамбур, Так давайте мы сделаем по-другому. Давайте, может быть, мы. Все-таки. У нас же в Америке существует такой закон. Называется Логанз Экт. Почему их до сих пор никто не призвал к ответственности за нарушение? Потому что почему не призвал? Чего? Даже самая причина. А вот теперь, я думаю, что кто-то на это обратит внимание. Честно. Ой, да и Бог. Ну вот. Поэтому давайте подождем. Давайте молиться теперь. Да, давайте. Спасибо, Варвара, за звонок. Спасибо. Будьте здоровы. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Я просто как бы хотела задать вам вопрос. Вы сейчас сказали, что вот был теракт как бы на японский, на японское судно. И вы как бы никто не заметил, чтобы Япония прислала свои там какие-то корабли, чтобы вступиться, так сказать, за себя. Но, насколько я знаю, у Японии нет армии. Я что-то упускаю. Нет, нет. Вы ничего не опускаете. Вы абсолютно правы. Я просто говорю к тому, что взорвав японский танкер, мы никакого отношения к этому. Мы же не давали Японии никакие обязательства по охране их танкеров. Правильно? Значит, Япония должна, если они хотят наше покровительство, значит, Синзо Абе должен приехать к Трампу и сказать, слушай, «Думи и фейвор, сделай мне одолжение, пожалуйста, вот у меня там три танкера направляются в этот пролив, пожалуйста, прикрой их». Подписывается соглашение, и тогда мы уже выступаем как заинтересованная сторона. А так, получается, ну, Киев Японии взорвали японские танкеры. Я с вами согласна, но как бы это было первый раз сейчас, и я думаю, что может быть оно как бы и будет двигаться в этом направлении. Вот я об этом, я очень надеюсь, что и Япония, и Норвегия как-то, во-первых, вы понимаете, тут же вопрос идет в чем? Это же не то, что Япония попросила дайте нам прикрытие, это стоит денег. Значит, должны быть подписаны какие-то соглашения, где наши вот эти корабли, бензин, вернее, топливо, прошу прощения, зарплаты, еда и так далее, должно кем-то быть оплачено. Я вам приведу небольшую такую справку в истории, когда Ирак напал на Кувейт в девяносто первом году. Кувейт связался с Бушем, король Кувейта связался с Бушем, старшим, и попросил помочь Бушу старшему выгнать Ирак из Кувейта. За это Кувейт полностью оплатил всю пересылку войск, вместе с техникой, вместе с ракетными установками, оплатил полностью пребывание американского контингента в Кувейте до тех пор, пока Ирак не был выгнан из Кувейта и загнан к себе обратно на территорию. Вот это так, как делаются дела в международных кругах. Поэтому, если Япония... Ну да, я как-то, я поняла. И, кстати, вот по поводу Японии хотел бы задать вам вопрос. Я так крайне моих услышала, что Трамп хочет, как бы, разрешить Японии о создании своей армии. Уже столько лет прошло после войны. Это правда, или я, может, что-то не знаю? Я сомневаюсь. Я этого не слышал, по крайней мере, честно. Я могу немножко порыться, посмотреть. Я не думаю, потому что это было решение Второй мировой войны и капитуляция. Я помню. Поэтому я не думаю, что Трамп даст Японии вооружиться. Не думаю, честно. Ну, посмотрим. Я поройюсь, обязательно попробую найти. Если у вас будет возможность, было бы интересно. Без проблем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будьте здоровы. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Вы знаете, муж младший совершил большую ошибку, что убрал Саддама Хусейна. Он был прекрасный партнер для Ирана. Они так бились друг с другом 8 лет. И бились бы еще 28. Надо, чтобы равновесие было. Можно сейчас убрать Иран, разбомбить, убрать. Поднимется Саудерство, будет еще... Это же религиозные воины. Они должны биться и получать удовольствие от этого. И я желаю им всем успеха, чтобы они бились хорошо друг с другом. Да, да. Да, чтобы мы были все здоровы, а лучше бы вздох. Мы не бились бы друг с другом. А тогда Хусейн, он брал шиитских мальчиков, у них же шииты тоже были. Ну, конечно. Он их связывал, ну, как связывал, они были гуськом, шли, гранатами обвешивались, взрывались, раздрали, стояли за градотряды, как в советской армии было. И нормально, хорошо воевали. Иран боялся их. Он бы не строил, атомный был бы Иран, если бы оставался Саддам Хусейн. Я вам скажу интересную вещь. Это была большая ошибка убрать Хусейн. Это была большая ошибка убрать Хусейн. убрать Хусейн. Надо их держать на поводке, а не убирать. Я удивляюсь Бушу младшему, потому что его папа имел очень серьезный опыт именно в войне с Саддамом Хусейном. Он взял, да, победил, убрал. Это же ошибка была. Да, это был. Ну, плохой так, убил пару сот тысяч курдов, но с кем не бывает. В России тоже убивали народ, ну, не без того. Нет, вы поймите меня правильно. Я тоже абсолютно был против войны в Ираке. Я был абсолютно... То есть, они действительно показали из-за того... Вот вам, пожалуйста, вот вам пример, когда решают ситуацию ястребы. Вот тот же Болтон, когда решал вопрос Дик Чейни, который имел абсолютный интерес компании Хеллибертон в Куэйте, в Ираке, понимаете, и вот этого Буша, ну, как его назвать так, чтобы не очень обидеть, придурка, его просто поставили в позу. Вот эти... Саудовская Аравия купила у Америки на сотни миллионов долларов оружие, разнообразное. Да. И чего она держит оружие? Возьми, побоюсь с Ираном, это же ваши соперники. Высунили, они шииты, ну, уже 800 лет боюйте друг с другом. Почему выясните отношения сейчас, в конце концов? Надо направить их в нужное русло. Ну, вот посмотрим. это даже тут, что взорвали норвежские, взорвали японские, Америка должна за это отвечать и платить. Японцы молчат и довольны, Норвегия довольна. Все нормально, Америка будет за это отвечать. Зачем? Да, это во-первых. Во-вторых, у них у всех на это есть страховка, поэтому Америке там нечего было делать, то есть, нечего было влазить. А в отношении саудитов, кстати, это еще, подождите, еще не вечер, потому что... Конечно, такие ребята еще. Да, сейчас будут идти очень серьезные переговоры с аудитами. Я думаю, что им там пообещают неплохой, лакомый кусок и начнут сталкивать их лбами с оранцами. Вы должны привлечь штики, без козырки закрутить и пойти в атаку. Все, вот так должно быть. Ну да, по идее, да, ну а там жизнь покажет. Как-то ляжет. Да-да-да, спасибо большое. Так, дорогие друзья, давайте мы сейчас быстренько уйдем на рекламную паузу, вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Ну, вот и мы, наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы или мысли, поделитесь, давайте послушаем, пообщаемся. У нас остается, в принципе, ну, не так много времени, минут 20 времени до конца нашей передачи, поэтому я предлагаю еще обсудить такую ситуацию, как ситуация с тем, что офицеры Айс должны были начать в воскресенье утром вывод жителей, нелегальных жителей нашего, нашей страны, вывозы за рубеж нашей страны, ну, желательно по их бывшему домашнему адресу. Итак, хочу нести кое-какую ясность, потому что, конечно же, республиканцы, прошу прощения, демократы, уже просто с ума посходили, включая Нэнси Полоси, которая уже врет настолько, что, то есть, честно, вот просто врет, нагло, в открытую врет. А врет она о том, что вот наша иммиграционная служба, то есть, ICE, это Immigration Enforcement, пытается разорвать несчастные семьи несчастных и нелегалов, отрывают детей от родителей и так далее, и это просто невыносимо, и ей так жалко всех этих детей, и родителей, и всех ей жалко. Единственное, что Нэнси Полоси вам забывает сказать в своих пламенных речах, так это о том, что никто, никакие семьи не разлучает. Что происходит? Значит, наша вот система нашего правосудия в отношении иммиграции состоит в том, что человек попадает к нам в страну, просит убежище, ему дают повестку, его регистрируют, дают ему повестку, вернутся, в основном это где-то два с половиной три года, ну и потом он возвращается в суд, если возвращается, то есть девяносто процентов не возвращаются в суд, а просто растворяются в недрах нашей страны. Но десять процентов все-таки возвращаются в надежде на то, что им разрешат здесь остаться. Так вот, тех, которых здесь оставляют, они меняют свой статус, проходят через определенные процедуры, где они получают вид на жительство так называемый и становятся уже будем говорить так, легальными или документированными жителями. Но та часть, которая признана судом не имеющей возможности остаться здесь, суд дает приговор или приказ службе АИС этих людей найти и выдворить из страны в течение определенного срока. Давайте прием звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господин Червец. Добрый день. Меня слышно хорошо? Замечательно, Вадим, замечательно. Хорошо, я там слышал, Варвара рассказывала о контрактной службе, а не могли бы вы сказать, когда декларируется обязательный призыв? Это должен быть закон Сената, да, когда объявление войны? Ну да, закон Конгресса, да, а какой возрастной ценз? От 18 до 45 или до скольки? Если я не ошибаюсь, по-моему, даже до 47. До 47? Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, Вадим, пожалуйста, будьте здоровы. И что получается, значит, получается такая ситуация. Айс пытается выдворить вот этих, только тех людей, которых суд признал не имеющих возможности остаться здесь. Я имею в виду, которых суд признал негодными для оставления в пределах Соединенных Штатов. то есть, это не так, что просто вот все, которые пришли, не пришли, айс там прибегает, заходит в какой-то как это сказать, в какой-то район и начинает выдергивать детей, там, братьев, сестер и так далее. Нет, это не та процедура. Этих людей уже приговором суда должны выдворить из страны. Это закон. Это закон нашей страны. И вот служба айс, она именно занимается тем, что она притворяет в жизнь законы нашей страны, предписанные иммиграционными судами. Понимаете? И что получилось, к сожалению, хотя это еще не доказано, но сейчас будет вестись расследование. Значит, должны были в воскресенье утром начать уже вот эти так называемые аресты и выпровождение из страны. То есть, сначала идет так называемый детеншн-центр, потом там идет договор о том, каким образом эти люди попадут обратно в свою страну и их отсюда выдворяют. Так вот, новоиспеченный директор Homeland Security, по-моему, если я не ошибаюсь, его фамилия Мак... то ли Макленан, по-моему, Макленан, подозревается в том, что он выдал информацию о том, когда, где и как будут выдворяться и кто будут выдворяться нелегальные эмигранты, и из-за этого службе Айс пришлось отложить свои рейды. Почему? Потому что они боялись подставить своих офицеров или своих полицейских в опасную ситуацию. Почему? Потому что вы понимаете, во-первых, большинство людей, которых суд выдворяет из страны, пока что это в основном криминальный контингент, и вот этим криминалам им терять нечего. Им для того, чтобы... То есть, если они не смогут остаться у нас в стране и заниматься своими делами, им возможность попасть обратно в Гондурас, в Готумалу или в Эл-Салвадор, им эти дела просто никак, не подходят оно им. Поэтому они становятся очень опасными, так как в основном у них у всех есть разного вида оружия, и вот именно поэтому элемент сюрприза уже был, как говорится, нарушен. И службе АИС пришлось отложить как минимум на следующие две недели вот эти рейды или захват так называемых нелегальных элементов. Ну и вот сейчас собираются вестись расследование по тому, кто же все-таки выдал на гора эту информацию. в основном подозрение падает именно на секретаря Homeland Security и в общем сейчас это будет интересно узнать, потому что это в принципе подсудное дело. То есть такую вещь представляете, вот человек, который отвечает за Homeland Security подставляет одну из своих ветвей полицейских органов вот под такую страшную и никому не нужную опасность, только потому, что у него видите ли там политические взгляды не совпадают со взглядами суда или вот этих полицейских службы ICE. Ну вот поэтому я очень хотел для вас донести эту информацию. Почему? Потому что я когда послушал, что об этом говорят такие люди как Нэнси Полоси, такие люди как человек, который вроде бы собирается выступать номинантом на пост президента Хулио Кастро есть такой у нас один испаноговорящий, ну и конечно же наш Питт Буллиджич, который точно так же считает, что ICE это абсолютно никому не нужная служба и что все, что они делают это они разрушают семьи несчастных иммигрантов. Но в то же самое время что происходит директор именно службы ICE Марк Морган он умолял, он подавал просьбы и петиции и прошения в палату представителей о том, чтобы ему выделили деньги, дополнительные деньги на содержание всех тех нелегальных иммигрантов, которые перешли границу и попросили убежище, потому что сейчас у них там просто ужасно плачевная ситуация прошу прощения уже язык заплетать у них ужасно плачевная ситуация и там ну вот допустим если помещение рассчитано например на 100 человек там сейчас в этом помещении до 600 человек которых содержат вот в этих карантинных так называемых лагерях поэтому директор службы АИС просил дать достаточно денег на то чтобы расширить вот эти карантинные лагеря для того чтобы добавить кровати для того чтобы добавить еду медикаменты и так далее для того чтобы содержать для содержания всего этого нелегального элемента но как мы видим и понимаем палата представителей которая сегодня большинством имеет демократическая партия они об этом даже словом не обмолвились никто ни за что не голосует они только кричат что вот они такие сердобольные и им так жалко этих детей но пока что никто палец о палец не ударяет для того чтобы выдать добавочные 4,5 миллиарда чтобы улучшить условия людей которые содержатся в карантинах добрый вечер да здравствуйте маленькая ремарка пришла шутка американская первый первый концентрационный лагерь как демократы называют вот эти лагеря в которые люди бегут не из лагеря а специально перелазят через забор чтобы попасть туда да да спасибо спасибо это действительно первый концентрационный лагерь в который люди не могут дождаться попасть это это черный юмор но тем не менее вот это наша реалия спасибо вам огромное вот поэтому со всеми этими ситуациями это еще одна проблема с которой конечно же Трамп борется пытается бороться но видите ли демократы не не идут на контакт меньше всего их сегодня интересует состояние вот этих нелегальных людей которые вернее нелегально пересекли границу эти дети которых они так сердобольно жалеют кричат что эти дети спят на полу на цементном полу и они не доедают и им не дают принять душ им не дают достаточно еды но тем не менее никто никто не решает эту проблему вот с содержанием людей которые просят убежище ну действительно к сожалению потому что да там все равно находятся дети хотя условия в этих карантинах наверное все равно намного лучше честно не знаю я там к счастью не был но я думаю что там условия намного лучше чем те из которых они бежали но опять же вопрос к демократам ребята что же вы делаете теперь для тех которые интересуются политикой которые интересуются кто же все таки будет номинирован от демократической партии баллотироваться против Трампа завтра и в четверг будут проходить вот те дебаты знаменитые которые начнут целую серию если я не ошибаюсь их там должно быть по-моему то ли 12 то ли 14 дебатов которые продлятся аж до почти по-моему мая следующего года вот но конечно же это будет очень очень интересно вы это сможете увидеть на либо на MSNBC либо на ABC либо на забыл еще одно а теламунду ну я думаю что у нас никого теламунду не интересует но тем не менее ABC и MSNBC найдите в зависимости от того где вы берете ваш телевизионный сервис найдите какие-то каналы и я вам скажу такую вещь если вы действительно интересуетесь политикой я вам настоятельно предлагаю посмотреть дебаты это должно быть что-то с чем-то цирк вот как говорят мои друзья украинцы самый настоящий цирк на дроте то есть вот на этой на проволоке потому что я честно я не могу дождаться я хочу посмотреть как начнут мешать с дерьмом друг друга вот эти наши так называемые толерантные демократы которые борются за в общем за равноправие и за свободу слова и так далее я уже не могу дождаться разговоров между вернее прений между Берни Сандерс Джо Байден Камала Хэррис ну в общем все одни и те же персонажи Кори Букер все вот эти клоуны которые должны будут а ну да еще конечно же Элизабет Уоррен которые должны будут начать друг другу грызть глотки выцарапывать глаза раздирать ноздри и ну в общем со всеми вытекающими из этого последствиями добрый вечер вы извините я еще раз звоню пожалуйста вы знаете я ни за что не буду смотреть эту передачу хотя я очень люблю политику и с огромным удовольствием слушаю только по одной причине что они каждый будут во первых рассказывать как они или до трампа я предсказываю а второе они будут каждый будет рассказывать как можно больше денег ему надо заплатить людям откуда взять их непонятно но как можно больше денег откуда-то взять и кому-то заплатить вот это будет две линии и все больше ничего там не будет и зачем это смотреть эту чушь тратить три часа своего времени для чего ну я вам скажу для чего вам это положено по штату посмотреть вы вроде как радиоведущий и вам потом надо будет нам рассказать об этом но мне простому человеку который в принципе очень любит политику смотреть на этот бедлам зачем ничего нового они уже не скажут что они уже сказали и каждый день говорят в принципе да я с вами нет я вам скажу что мне будет интересовать очень серьезно не потому что я мне по штату положено а вот честно по-человечески мне я хочу просто посмотреть на этих троих на байдена сэндерса и уоррен потому что там будет борьба не на жизнь на нас там с трампом они вы понимаете там сейчас почему это будет интересно я вам объясню вот то о чем вы сказали это будет происходить тогда когда вот этот круг 22 сузится до человек шести вот тогда они будут кричать анатолий я с вами категорически не согласен ну давайте посмотрим в каждом своем слове бесплатное образование бесплатная медицина бесплатное то бесплатное все они каждый изгаляется каждый придумывает что еще можно дать бесплатного но неужели вас это не веселит меня это нет нисколько меня это бесит на самом деле понятно ну тогда на самом деле это 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 просто счастье что у нас есть нормальный президент и просто будет большое несчастье если опять выберут какого-нибудь вот этого придурка любого из них из них вы понимаете ну мое мнение опять же это мое мнение что я смотрю на всех на них а чтобы одно порядочное лицо ну даже хотя бы как ну не то что порядочное но чтобы даже близкое как ну Клинтон хотя бы знаете ну да что-то такое ну нету нету ну ну один хуже другого и этим погоняется согласен я я с вами абсолютно согласен но в таком случае берегите нервы я вам лучше сам посмотрю и расскажу вкратце правильно из-за этого я не буду смотреть и представляю это вам и искренне вам сочувствую что вам придется эту слушать спасибо за сочувствие я вам я это все быстрее сокращу и я вам как говорится предоставлю это в самом кратком виде пожалуйста спасибо вам за звонок пока будьте здоровы дорогие друзья ну в общем короче будет я опять же да наверное вот вы правы дорогой радиослушатель потому что это действительно это бесит это вот это я уже даже не не ожидаю ни от кого искренности но по крайней мере но какого-то смысла в том что они говорят вы должен же быть какой-то смысл смотрите у республиканцев в шестнадцатом году семнадцать человек боролось за номинацию на пост президента да там трамп делал из этих всех супергероев какую-то котлету отбивную но тем не менее там не было лжи там была может быть не у каждого была какая-то ну толковая программа но по крайней мере лжи не было а вот то что сейчас представляет собой демократическая партия это конечно не знаю я вот сколько лет я прошел через и клинтона и восемь лет и восемь лет обамы ну не знаю я такого в своей жизни не видел от демократов поэтому ну как получится так получится что будет то будет самое главное чтобы в конце концов выиграл наш президент чтобы он остался еще как минимум на 4 года и того это будет почти 6 лет к тому времени и будем радоваться тому что его переизберут и может быть он действительно знаете как говорят во втором сроке идет совсем другая работа потому что развязываются руки я надеюсь на то что победит Трамп я надеюсь на то что мы вернем себе палату представителей я надеюсь на то что мы удержим сенат и может быть во вторую каденцию Трампа мы все-таки сможем кое-чего добиться ну а пока дорогие мои радиослушатели спасибо вам огромное за то что были со мной за то что меня поддержали не дали мне скучать и услышимся с вами завтра обязательно ну а пока всем хорошего вечера спокойной ночи будьте здоровы и до завтра